Я бы трубку курил, если б был моряком Мой парус обдуваю, тысячи ветров Че, как там у нас канал? Развивается? Пошумим! Это нельзя говорить Ладно, говори, черный микрофон Матч 25-го тура мужской суперлиги между Казанским Зенитом и Динамо из Ленинградской области С турнирной точки зрения не имел какой-либо подоплеки Зенитовцы уже оформили победу в регулярном чемпионате А сосновоборцы потеряли шансы на выход в плей-офф И уже готовятся к играм плей-аута против красноярского Енисея У нас уже другие задачи, мы готовимся к плей-ауту Смотрим, на кого можем опереться, положиться Да, мы готовимся уже к ним, да, целенаправленно даже Видео даже на это просмотрим, ну, как периодически смотрим Все об этом знают, была какая-то сверхнеудачная серия Если бы нам там чуть-чуть, скажем так, фортануло, да, то есть не было все так фатально В составе Динамо выступают сразу два волейболиста, которые еще в прошлом сезоне выступали за казанца И если Ивану Димакову, который в нынешнем сезоне безоговорочно является игроком стартового состава Динамо Переход пошел только на пользу, то Денис Зимчонок пропустил аж три месяца из-за травмы колена И только набирает оптимальные кондиции Приехал, да, сюда, прям такая ностальгия Вроде бы как будто бы недавно тут уже тренировался, играл, ну, как будто бы уже все время прошло Но на самом деле, да, это реально полезный переход В этом сезоне достаточно много игровой практики получается Очень рад этому Здоровье хорошо, о колени не думаю уже, наверное, с легендарного петербургского дерби Наверное, восстановление заняло чуть больше, чем всем хотелось, я планировал Но, тем не менее, сейчас, да, все в порядке, спасибо Владимир Олег, несмотря на отсутствие турнирного значения данной встречи, выпустил сильнейшую стартовую шестерку Андерсон Вольвич, Леон Будько, Гуцалюк Михайлов и Алексей Вербов в роли Либер Почему состав начал, да потому что уже мы практически, порой игр осталось Какое-то выполнить внутреннее задание, начинается настоящий волейбол, поэтому и состав начал Мы ожидали, честно говоря, чуть другого У Казанцев будет большая ротация состава, и нам нужно было сдержать первый натиск Да, и Казань удивила нас, играла практически все время, если не брать, к сожалению, провальную третью партию Здорово начали легионеры «Зенита» 9-5 Гости усилиями Александра Ковалева не отпустили соперника 13-13 Правда, после этого заметно добавил Михайлов А усилиями Будько «Зенитовцы» показали 63% в атаке Всего лишь при четырех ошибках 25-18 Я думаю, что сегодня мы сами с собой играли, да Наверное, со стороны не очень было В целом игра смотрелась, много ошибок было Идет подготовка к дальнейшим играм Поэтому сейчас, наверное, ожидать максимума от всех игроков Не стоит этого ожидать, я думаю Другое дело, что, конечно, было много ошибок, невынужденных Я думаю, что это проблемам настроек Серия мощных подач хозяев и вновь комфортный задел плюс 4 Но гости, благодаря игре Ковалева, Димакова и Еремина, вышли вперед 11-12 На этот раз на выручку пришли силовые подачи Александра Гуцелюка и два эйса Имея в активе плюс 5, на площадке появились Лоран Олегна и Никита Алексеев Но и здесь динамовцы сократили отрыв до минимума В концовке безошибочны были Андерсон и Михайлов 25-21 Если Будько и Макс будут играть без замен, они до Мая не доживут И выходит Лоран при положительном счете с Алексеевым Не потому, что я им хочу сделать удовольствие, или у нас одинаковые фамилии Потому что необходима его помощь, какой-то отдых, какая-то помощь в играх И когда нет помощи от них, это больше всего расстраивает В третьем сете у казанцев на площадке появился Валентин Кротков А у гостей вышли Петровс, Ботин и Зимчон Но совсем поплывший прием гостей стал решающим фактором Эйс и переходящий мяч от Никиты Алексеева подвели итог встречи 25-12 в третьем сете и 3-0 в матче В котором самым результативным игроком стал Максим Михайлов Настрелявший 19 очков Тот настрой, который был, ну, удовлетворяет Одна замена не сработала, вот первая вот эта Ну а потом все нормально, все они вышли Маленькие коррекции, все в порядке Мы просели в приеме, команда «Зенит-Казань» хорошо подавала В принципе, в начале как бы партии зарождалась какая-то интрига потихонечку Да все могли сыграть лучше на самом деле Где-то концентрации не хватило, ошибки такие не обязательно допустили Да и сам «Зенит» достаточно сильная команда, это же топовая команда Заключительным матчем регулярного чемпионата для казанцев станет «Зенитовское дерби» Санкт-Петербургский «Зенит» сыграет в Казани 3 марта в 17 часов по московскому времени Но до этого казанцам предстоит сыграть с Тулузой в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Мы ждем вас в центре волейбола «Санкт-Петербург» 28 марта в 19 часов по московскому времени Подписывайся на наш канал «Пулемет Максим! Пулемет Максим!»